Утро в оздоровительном центре «Орленок» традиционно начинается с активных мероприятий. Несмотря на очень жаркую погоду на многочисленных площадках лагеря, дети с особым удовольствием играют в волейбол, баскетбол, участвуют в конкурсах подделок и в борьбе на руках. Обстановка домашняя, ребята делятся с гостями своими хорошими впечатлениями об отдыхе, планируют будущий приезд, ведь именно сегодня состоится закрытие третьей смены. Заметно приятная грусть, ведь за плечами многочисленные экскурсии, соревнования, танцевальные программы, конкурсы талантов, которые оставили только приятные впечатления творческие и спортивные способности. На экскурсию возим детей, на страусинную ферму в деревне Козище, в аквапарк мы возим детей каждую смену. В этом году у нас новое такое культурно-массовое развлекательное мероприятие, это планетарий мобильный к нам приезжает, тоже все дети посещают этот планетарий. Различные мероприятия в лагере, каждый день у нас и спортивные мероприятия, и культурно-развлекательные, и мисс Орленок, и мистер Орленок, и День цвета, и День дружбы. Ну, в общем, это перечислять можно 19 мероприятий, потому что 19 дней и каждый день у нас проводятся мероприятия. Конечно, для каждого оздоровительного комплекса важно его общее состояние, комфортные условия, способствующие полному восстановлению сил у детей после учебного года. Здесь важен каждый отдельный момент. Наличие оборудования для икры и конкурсов, питание, условия проживания, чистота природы, а также педагогический состав, от которого во многом зависит программа развлекательных мероприятий и дисциплина в лагере. Можно с уверенностью сказать, что в Орленке с этим проблем нет. Благодаря спонсорской помощи, предоставленной различными организациями, оздоровительный центр ежегодно обновляется, таким образом привлекая все новых молодых людей. Хотелось бы отметить очень, что большую помощь нам оказывают спонсоры. Вот в этом году предприятия Брестского котельного хозяйства купили нам пара конвектомат, за 50 миллионов отдали. И это очень хорошее оборудование, которое на кухне у нас сейчас находится, и благодаря которому мы можем детей организовывать правильно диетическое питание. У нас порядок, дисциплина, у нас постоянно находится здесь дежурный милиционер. И поэтому, ну я не знаю, детям очень нравится. Очень активно проходит отдых. Благодаря, конечно, директору котельного хозяйства Анатолию Анатольевичу Бадыкину у нас очень много детей, 212 человек, и заявок очень много, и желающих очень много, 4 смены у нас, начало июня, и заканчивается весь наш оздоровительный отдых в конце августа, 28 августа. Вот, и каждая смена у нас по 212 человек. На территории лагеря Орленок особенная атмосфера. Хвойный лес с чудесным ароматом, пение птиц и громкий детский смех создают ощущение радости и спокойствия за ребят, которые активно проводят свое лето. Уже завтра новые группы отдыхающих заполнят оздоровительный комплекс и будут наслаждаться солнечным сезоном в прекрасном месте, сосновом бару. И можно быть уверенными, они запомнят надолго массу положительных моментов. Приехала я на педагогическую практику, первый раз здесь, как вожата именно первый раз, в лагере я была в таком. Ну, сначала мне было трудно, потому что это, не знаешь, как работать с детьми, но потом втягиваешься в общелагерные мероприятия, и, если честно, мне даже уезжать не хочется завтра. Подружилась со всеми детьми, я знаю, они приедут в следующем году, поэтому я надеюсь, что я приеду еще раз сюда. Впечатления о лагере у меня очень позитивные, мне все очень понравилось. Вот дети послушные, дети хорошие, дети очень активные, дети. В целом впечатления о лагере остались очень позитивными у меня. Ну, не знаю, многие приедут сюда. Вот, и на следующий год хотелось бы, конечно, со многими еще поработать. Мне очень тут нравится, и тут всякие конкурсы, тут можно кататься на качелях, и тут можно из коры поделки делать разные, на турниках можно висеть. Я тут первый раз, я не знала, что тут очень хороший лагерь, тут даже у родителей не надо спрашивать разрешения, можно ли ходить на дискотеки, на улице гулять. Тут очень хороший воздух, тут просто, не знаю, как сказать, тут просто рай. София Бережная, Сергей Куропатов, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.